По состоянию на 30 сентября в Солигорском районе окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении 13 несовершеннолетних. За аналогичный период 23 года их было 17. В этом году произошло снижение подростковой преступности. Вместе с тем отмечается рост хулиганств с 1 до 5 преступлений. Профилактическую работу снижать не стоит, ведь зафиксированный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста наступления уголовной ответственности, то есть 14 лет. О том, какие преступления и правонарушения совершают солигорские подростки и дети, рассказали ВДН. Из 13 преступлений хочется отметить, что 5 это совершено по статье 339 хулиганство, 3 совершено по статье 205 кража, 2 по статье 222. Это незаконный оборот средств платежа. Это статья, где подростки передают реквизиты банковских платежных карточек с целью дальнейшей выгоды мошенникам. Несмотря на снижение подростковой преступности, хочется отметить значительный рост общественно опасных деяний, совершенных малолетними до достижения возраста уголовной ответственности. По итогам 9 месяцев таких фактов зарегистрировано 22. Конечно, хочется отметить, что у нас в этом году зарегистрирована как статья 167, это насильственное действие сексуального характера, распространение порнографии. Ну и, конечно же, традиционно преобладает это совершение как краш, так и хулиганских проявлений. С 1 мая по 1 октября в Беларуси традиционно проходит межведомственная программа «Забота», во время которой уделяется большое внимание летней занятости подростков, соблюдению ими правил дорожного движения и в целом безопасности несовершеннолетних. Во время учебного года правоохранители продолжают профилактическую работу, встречаясь с подростками и их родителями, и затрагивают на встречах самые актуальные темы. Серьезных правонарушений и преступлений несовершеннолетними не допущено. Травм в детских оздорительных лагерях не зарегистрированы. Основная тема, на которую выступают сотрудники правоохранительных органов, перед учащимися, так и перед родителями на родительских собраниях, это безопасность на объектах железнодорожного транспорта, правила дорожного движения, незаконный оборот наркотиков, половая неприкосновенность, мошеннические действия. Вообще тем профилактики очень много, поэтому сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних уделяют внимание каждой проблематике.